Американские умельцы превратили старый Мустанг в мощный внедорожник. В основу проекта легла открытая версия модели LX 1991 года выпуска. Автомобиль увеличили клиренс, а под капот поставили доработанный V8 с головками цилиндров от суперкара GT40, пуском Эдельбро и усиленным карданным валом. Двигатель выдает 300 л.с. и совмещен с пятиступенчатой механической трансмиссией. Помимо прочего, Мустангу расширили колесные арки, поставили внедорожные покрышки, каркас безопасности и экспедиционный багажник с запасным колесом, закрепленным за спинками кресел. Трековый Renault Megane Trofi R следующего поколения попал в объективы камер без камуфляжа. Машину застали на Нюрнбург-ринге во время видеосъемок. Впрочем, есть еще одна причина появления здесь. В этом году Hot Hatch попробует установить новый рекорд северной петли для переднеприводных автомобилей. Технические характеристики не вполне ясны. Megane Trofi без приставки R оснащен турбированным двигателем объемом 1,8 литра, который выдает 300 л.с. и 400 или 420 ньютон-метров крутящего момента в зависимости от трансмиссии. Вероятно, версия Trofi R должна чем-то превзойти эти цифры. Кроме того, новинка получит усиленные тормоза и гоночную подвеску с более жесткими пружинами. Подразделение Renault Sport уделяет много внимания снижению массы, поэтому на версии R нет передних противотуманок и не видно заднего сидения, хотя кузов остался пятидверным. Госавтоинспекция предложила переобучать водителей в течение первых двух лет стажа, попавших в аварию по своей вине. Не исключено, что переподготовку новичка оплатит автошкола, которой водитель обучался. В прошлом году в России по вине новичков произошло 8700 аварий. Нужно отметить, это почти на 2000 меньше, чем в 2017.